Дарья Самородова По гектару в руки. Землю в арктической зоне можно получить в упрощенном порядке. Скоро открытие. Водные процедуры вновь будут доступны для горожан. Добрые дела в почете. Международная премия ждет волонтеров. Память о ветеране. Красная звезда вновь на памятнике героя. Миллионное развитие. Грантовая поддержка для малого и среднего бизнеса. До конца года личный кабинет создадут для каждого ямальца, получающего выплаты в органах соцзащиты. В сервисе будут отражены все меры поддержки гражданина, а также его несовершеннолетних детей, период их назначения и сроки перечисления. Новый сервис позволит оперативно направлять важные уведомления северянам, например, о необходимости продлить ту или иную выплату. Проводимая в регионе работа позволяет сделать помощь населению более адресной. Округ поддерживает пенсионеров не только финансово, но и обеспечивает активный досуг для сохранения здоровья. В этом году на Ямале стартовал пилотный проект «Ямальское долголетие». Теперь у пенсионеров появилась возможность заниматься вокалом, плаванием или декоративно-прикладным творчеством абсолютно бесплатно. К работе с увлеченными ямальцами привлечены 22 партнера. Все они получили грант до 500 тысяч рублей. На оказание услуг гражданам пожилого возраста. Апробация проекта проходит сейчас в том числе и в нашем городе. В случае положительного эффекта мероприятие внедрят по всему Ямалу. Заявочная кампания на получение гранта на следующий год начнется в конце августа. Губернаторам Ямала также принято решение сохранить ежемесячную выплату в размере 2000 рублей пенсионерам, переезжающим в другие регионы. Сегодня выплату получает около 69 тысяч пенсионеров. Представители городской избирательной комиссии продолжают объезд участков для голосования. Всего их 18-16 в Лабытанге и 2 в Харпе. В основном они расположены в учреждениях образования и спорта. Сегодня специалисты посетили первую школу, где находятся сразу три избирательных участка. Они будут оборудованы в спортивном зале, учебном кабинете и столовой. На данный момент по основлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации нормативно-правыми актами избирательной комиссии Ямал-Ненецкого автономного округа внесены изменения в паспорта избирательных участков. И поэтому мы сегодня более тщательно обследуем эти помещения, которые будут выделены нашим комиссиям для голосования. И будем проводить согласование со всеми ответственными, заинтересованными ведомствами, в том числе отделом Министерства внутренних дел по городу Лабытанге, подразделениями МЧС, которые также будут обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности на избирательных участках и с Ямал-Ненецким управлением Роспотребнадзора. В спортивном комплексе «Полярный» подходят к завершению ремонтные работы. И оборудование бассейна, так же, как и другие инженерные системы, требуют регулярного обслуживания и проведения регламентных работ. Процесс этот достаточно сложный и долгий. Когда уже горожане смогут, наконец, принимать вводные процедуры? Узнаем из следующего материала. С момента открытия спортивного комплекса «Полярный» прошло полтора года. Ежедневно более 140 человек посещали бассейн. Это сложное инженерное сооружение с высоким уровнем автоматизации, который требует специального обслуживания. На мой взгляд, бассейн молодец. Стойка держит весь удар, поток людей. И я надеюсь, мы будем делать все в дальнейшем в нашей обслуживающей организации, чтобы жители нашего города получали такую замечательную услугу. Третью неделю обслуживающая организация проводит регламентные работы. В первую очередь необходимо слить 420 кубометров воды, заменить лампы освещения, а также сделать генеральную уборку в чаши бассейна. Также у нас проводится расшивка швов и с последующей затиркой. Все это возможно провести только, когда нет воды. Ну и, соответственно, за целый год у воды тоже есть свой ресурс. Как бы мы ни использовали химические средства, с помощью уф-лампы не обрабатывали воду. Ну, то есть в плане чистоты она, конечно же, чистая, но есть свой определенный ресурс. Работа в самом бассейне в стадии завершения, но еще требуется время для заполнения чаши и стабилизации жесткости воды. Это займет порядка трех дней. Ну а пока подрядная организация в рамках гарантийных обязательств делает замену плитки уличной лестницы. Затем приступит к благоустройству территории. Тренировочный процесс на время ремонта не остановлен. Спортсмены занимаются на улице или в тренажерном зале комплекса. Но уже к первому августа любители активного отдыха смогут вновь вернуться в спорткомплекс «Полярный» и продолжить свои занятия. Предприниматели Ямала, которые состоят в реестре социальных предприятий, смогут воспользоваться новой мерой грантовой господдержки. В сумме до миллиона рублей. Получатели грантов будут определены по итогам конкурсного отбора. Денежные средства рассчитаны на индивидуальных предпринимателей и юрлиц, впервые получивших статус «Социальное предприятие на Ямале». Одним из основных требований конкурсантам является успешное прохождение курса обучающей программы в сфере предпринимательства на базе Центра инновационной социальной сферы Ямал-Нинского автономного округа или корпораций малого и среднего предпринимательства. За счет гранта можно оплачивать аренду и ремонт нежилого помещения, предназначенного для реализации проекта, приобретения или аренду оборудования, покупку сырья и расходных материалов, необходимых для производства продукции и другие цели. Прием заявок от участников будет осуществляться с 23 июля по 24 августа Центром «Мой бизнес» при помощи электронной формы на портале развивайбизнес89.рф Ямальские добровольцы принимают участие в международной премии «Мы вместе». Она запущена по поручению президента. Главная цель – поддержка социальных инициатив, которые направлены на помощь людям и улучшение качества жизни. Участвовать могут волонтеры, некоммерческие организации, представители бизнеса, журналисты и блогеры. От Ямала уже поступило больше 200 заявок в сфере экологии, зоозащиты и развития инклюзивного добровольчества. Среди соискателей на премию есть и лабутнанцы. Ирина Поломарева, создатель и автор цифрового журнала «Добрый Ямал», участвует в номинации «Медиа-волонтерство». Это электронный журнал о жизни некоммерческих организаций, волонтерских объединений. Он появился из того, что в нашем округе очень много некоммерческих организаций, очень много волонтеров, которые занимаются добровольчеством, у которых очень много добрых инициатив. А мы помогаем и составить пресс-релиз, и опубликовать статью, и сами берем интервью. И электронный журнал, его и почитать могут все по округу, это экологично, нет бумажной версии журнала. И у некоммерческих организаций создается такое портфолио их публикаций в СМИ, и создается площадка, где они могут рассказывать о себе, для своих благополучателей, для жителей округа. Подать заявку на участие можно до 25 июля на сайте premia.movemeste.rf. Помимо грантов, размер которых достигает 2,5 миллионов рублей, победителей ждет множество призов, в том числе государственные награды, путешествия по России и продвижения на ведущих медиаплощадках страны. Жить и работать в арктической зоне станет еще выгоднее. С 1 августа в округе начинается реализация программы по упрощенному порядку предоставления земельных участков. Получить можно будет один гектар, который можно использовать для жизни, для бизнеса и для частного хозяйства. Программа по аналогии с уже опробованным и хорошо с зарекомендовавшим себя дальневосточным гектаром получила название «Арктический гектар». Программа дает ряд преимуществ. Во-первых, это упрощенный порядок формирования земельного участка, который будет оформлен в пользование. Вся процедура займет не более 45 дней. Во-вторых, программа предусматривает упрощенный порядок перевода земельного участка в другую категорию. В-третьих, земельный участок предоставляется без торгов, безвозмездное пользование сроком на 5 лет. И что важно, все эти 5 лет не нужно будет платить ни арендную плату, ни земельный налог. Подать заявку на получение можно на сайте Росреестра через МФЦ или непосредственно в орган, предоставляющий земельные участки. Для получения гектара гражданин может обратиться из любой точки нашей страны, что значительно упрощает возможность получения земельных участков в арктической зоне. Мы уже рассказывали в наших выпусках о просьбе жительницы города помочь с восстановлением памятника ветерану войны Виталию Сергеевичу Шабалину. Волонтеры Победы помогли демонтировать металлическую конструкцию и отвезли ее на реконструкцию в ремонтную мастерскую. И вот спустя несколько дней памятник удалось восстановить. Подробности спасительной операции в следующем сюжете. На прошлой неделе волонтеры Победы, демонтировав памятник Шабалина Виталия Сергеевича, нашли пятиконечную звезду, символизирующую надгробие участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Памятник находился в ужасном состоянии. Ржавое покрытие, без фотографии и недостающие обязательной части. Задача активистов заключалась в извлечении и доставке его до места реставрации. За несколько дней корпорации «Железный человек» удалось восстановить металлическую конструкцию и сохранить звезду. Сегодня сюда приехали не только волонтеры Победы, но и Зинаида Девяткова, по чьей просьбе и был отреставрирован памятник. Она привезла с собой фотографию для того, чтобы надгробие получило завершенный вид. В принципе, времени заняло очень мало, около суток, двое суток сохла краска. И все, и все готово. Добавили штрихи золота и красный цвет, чтобы звезда выделялась как-то. Все. Конечный результат порадовал всех и нас в особенности. Привезти памятник обратно на старое кладбище и установить его на прежнее место. Такая задача была у волонтеров Победы в этот раз. Работа получилась нелегкой. Вросшие в землю корни мешали процессу. Но благодаря трудолюбию волонтеров и желанию помочь, все-таки удалось выкопать нужные углубления и закрепить памятник. Сегодня мы его установили, копали в землю. Теперь, думаю, наше поколение будущее будет видеть и знать, где похоронены участники Великой Отечественной Вины. Огромное спасибо предприятию «Железный человек», которые установили памятник, оформили. Спасибо волонтерам нашего города, молодежного центра города Лабертнанги. Я очень рада, что молодежь помнит и чтит участников Великой Отечественной войны. И это очень радостно. И не забудут, наверное, веками будут помнить будущее поколение. Поэтому огромное всем спасибо. Ямальский ветеран Виталий Шабалин вернулся с фронта в наш город и после войны всегда старался помочь другим людям. Он сделал все возможное для того, чтобы внести в этот мир как можно больше пользы и добра. И очень приятно, что нынешнее поколение чтит историю и старается внести свой посильный вклад в ее сохранение. Ведь все герои живы, пока о них помнят. Анастасия Шаховцова, Эдуард Захаров, программа «Время местная». На сегодня это все новости. Далее вас ждет прогноз погоды. Спасибо, что были с нами. И хочу напомнить, что все наши новости есть на сайте lbt-defiz.ru и в группах ЛТВ во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok